Информационное агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров, значился Евгений Пригожин. Сегодня 23 августа, ровно два месяца назад Евгений Пригожин устроил несостоявшийся или не пришедший к успеху и к какому-то завершению мятеж, так называемый марш справедливости на Москву, после которого в ходе сделки, детали которой никому не известны, а сделка, как сообщалось, заключалась между Евгением Пригожиным и Александром Лукашенко, Евгений Пригожин избежал ответственности. И ушел с бойцами Чавака Вагнер в Беларусь. После этого несколько раз он появлялся в Российской Федерации, в том числе он был в Петербурге в прошлом месяце на саммите африканских стран, на саммите Россия-Африка, была фотография с его участием. Однако, как мы видим, спустя ровно два месяца после этого самого несостоявшегося мятежа Евгений Пригожин погиб. Более того, как сообщают некоторые источники, в том числе телеграм-канал Greyzone, который связан с ЧВК, и на протяжении последних месяцев, пока ЧВК принимало активное участие в войне в Украине, сообщал информацию, касающуюся, собственно, частной военной компании Вагнера. Так вот, как утверждает этот телеграм-канал, самолет, разбившийся в Тверской области с бизнес-джет Embraer Legacy 600, был сбит. Был сбит ракетой противовоздушной обороны. По некоторым данным, возможно, Евгений Пригожин мог лететь к Владимиру Путину в резиденцию на Валдае. Как отмечает издание агентства, бизнес-джет упал в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае. Операция, которую украинские спецслужбы готовили многие месяцы. К главному управлению разведки Украины подтвердили посадку российского вертолета Ми-8 с деталями к истребителям на борту на одну из авиабаз в Харьковской области. Сейчас вертолет уже находится в Киеве. Как утверждает представитель ведомства Андрей Юсов, это спецоперация, работа над которой длилась более полугода. Украинским разведчикам удалось выманить пилота Ми-8. Борт совершал рейс между двумя авиабазами, перевозя детали к истребителям Су-27 и Су-30СМ. Но сел он на украинском аэродроме. Помимо пилота на борту находилось двое членов экипажа, которые не знали, куда именно летит вертолет. Они, по сообщениям СМИ, были ликвидированы. А пилот, который участвовал в плане главного управления разведки Украины, остался в стране. Его семья была заранее вывезена из России. Первыми о потере Ми-8 написали близкие к Министерству обороны телеграм-каналы. По сообщениям пророссийских телеграм-каналов, вертолет пропал пару недель назад. По версии российских СМИ, экипаж по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек так называемую ленточку, то есть линию фронта. В аннексированном Крыму около села Оленевка была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Об этом заявило главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовав видео взрыва, но не сообщив о его причине. Украинские службы утверждают, что в результате взрыва были уничтожены все ракеты, а также погиб весь личный состав зенитно-ракетного комплекса. В управлении украинской разведки заявили, что это, цитата, «болезненный удар по системе противовоздушной обороны России». Главное управление разведки Украины считает, что подрыв установки повлияет на дальнейшее событие в аннексированном Крыму. Один из прокремлевских телеграм-каналов сообщает, что украинская армия атаковала мыс Тарханкут, за которым наблюдало несколько недель. Прокремлевские медиа также утверждают, что изначально вооруженные силы Украины использовали беспилотники, после чего выпустили три ракеты с моря. Саммит Крымской платформы стартовал сегодня. Это уже третья международная встреча, посвященная деоккупации полуострова. Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит, заявив, что освобождение территории не является случайностью. Это совместная работа украинской армии и западных партнеров. Если Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, закрывает глаза на свою слабость. Также российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма. Владимир Зеленский также заявил, что обмен Крыма на членство в НАТО невозможен. Президент Украины попросил участников саммита помнить, что речь идет не о земле, а о людях, которые живут на этой территории. Он подчеркнул, что Украина не торгует людьми. Кроме вступительной речи, также были сделаны заявления о том, что на встрече, на саммите Крымской платформы будет подписан меморандум с компаниями, готовыми восстанавливать полуостров после деоккупации. Президент Украины также обратил внимание на предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки. Зеленский заявил, что Америку ждет тяжелый год, который может повлиять и на поддержку Украины. Государству стало интересно мнение россиян о возможном поражении в войне с Украиной. Такие опросы будет проводить Всероссийский Центр изучения общественного мнения каждый месяц в течение года. Об этом сообщает издание агентства. Рассылка с предложением высказать свое мнение пришла на электронную почту одному из журналистов этого издания. Государственный Центр исследования общественного мнения предлагает россиянам высказаться о возможных последствиях российского полномасштабного вторжения в Украину. Предложенные варианты ответа варьируются от «если Россия не победит, то россиян уничтожат», до «ради успеха военной операции оправданы любые средства». Также в ЦИОМ интересуется, какой россияне хотят видеть страну – благоустроенной, великой, современной, социальной или демократической. Есть также отдельные вопросы, посвященные социальной справедливости и традиционным ценностям. Предлагается выбрать степень одобрения идеи о равном уровне дохода и высказать мнение о людях, хранящих действенность до брака. Также в ЦИОМ спрашивают респондентов о доверии к власти, доверии к армии и почему-то доверии к ЧВК «Вагнер». Еще год назад издание «Проект» публиковало разбор, в котором объяснялось, как в вопросах рейтинг Путина держится на высоких позициях. В 2018 году сотрудники двух социологических центров, в том числе и в ЦИОМа, начали получать нестандартные формулировки вопросов и ответов. Эти формулировки буквально подталкивали отвечающих давать правильный ответ на поставленные Государственным социологическим центром вопросы. Теперь из России переносимся в Йоханнесбург, в Южной Африке. Подходит к концу второй день встречи лидеров стран группы Брикс. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. На повестке дня – расширение организаций. С начала прошлого года порядка 40 стран выразили желание стать частью Брикс. 23 страны подали формальные заявки на вступление. Среди потенциальных кандидатов – Иран, Аргентина, Индонезия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Для России это означает поиск новых союзников в период, когда страна находится под международными санкциями из-за вторжения в Украину. Китай тем временем настаивает на расширении, чтобы увеличить свое политическое влияние в мире. При этом критерии приема новых членов организации еще не определены. Возможное расширение состава стран-участниц может стать первым с 2010 года. Редактор субтитров А.Семкин